Мировое армянство против мира, провокационная ложь архиепископа Вигина Айказяна. Есть известная фраза, любые войны заканчиваются переговорами и миром. Теоретически это так. Но что мы видим на практике, совсем иное. Судите сами. Буквально на днях в Брюсселе завершилась президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве главы Евросовета Шарли Мишеля. Как известно, Азербайджан четко и открыто озвучил пять основных принципов нормализации отношений с Арменией, и руководство РА вынуждено было принять эти пять принципов. Собственно, даже армянская диаспора признала этот факт, назвав очередную брюссельскую встречу президента Ильхама Алиева и Пашиняна дипломатической победой Азербайджана. Казалось бы, есть повод для сдержанного оптимизма и надежд на то, что установление мира в регионе приняло необратимый процесс. Но, после брюссельской встречи руководителей Азербайджана произошел ряд событий, демонстрирующих стремление деструктивных сил в рядах мирового армянства сорвать мирный процесс. К примеру, на генассамблее Всемирного Совета Церквей выступил ответственный по межцерковным вопросам армянской восточной епархии США, представитель армянской апостольской церкви в исполнительном управлении Центрального комитета Всемирного Совета Церквей архиепископ Веген Айказян. Невозможно игнорировать зверства, совершенные в отношении моего народа. Почему вы забываете, что происходит в Эфиопии, почему вы забываете, что сейчас происходит в Армении? Каждую неделю одно-два села оккупируют, что стало со 110-118 военнопленными за последние два года. Сделал он откровенно провокационное заявление. Оно провокационно от первой до последней буквы. Ведь он извратил суть, причины и последствия армяно-азербайджанского конфликта. Общеизвестно, что почти 30 лет Армения держала под оккупацией 20% территории Азербайджана, а не наоборот. Это Ереван игнорировал международные права и резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, в которых имело место требование о выводе армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий нашей страны. Но архиепископ Веген Айказян умолчал об этом. Как и о том, что минская группа ОБСЕ, так и не смогла оказать на страну оккупанта должного давления. Против Армении не было введено никаких санкций, все это не только не способствовало урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, но и способствовало самоуверенности у представителей официального Еревана. Их убежденность в том, что территория Азербайджана можно держать под оккупацией вечно трансформировалась в соответствующие заявления. Карабах — это Армения и точка, это был не только лозунг, озвученный Николом Пашиняном, но и план действий Армении и мирового армянства. И тут вынужден напомнить о том, что армянская апостольская церковь, ААЦ, кроме чисто религиозных функций, всегда осуществляла общественно-политическую миссию. Проще говоря, ААЦ всегда стала в авангарде армянского мифотворчества и территориальных претензий к соседним странам. Мы все помним, что католикос армян Вазген I, пусть неофициально, но почти сразу стал одним из лидеров Карабахского движения армян. К примеру, 25 февраля 1988 года Вазген I направил открытое письмо Михаилу Горбачеву с требованием присоединения Нагорного Карабаха к Армении. Он и иные армянские святые отцы благословляли оккупацию Армении и наших земель. При этом, все они заработали огромные деньги на 44-дневной войне. Именно в армянские церкви стекались пожертвования диаспоры, львиная доля которых бесследно исчезла. Это не мои догадки, есть куча статей и роликов на эту тему. Армян разоблачают армяне, в частности блогер Роман Багдасарян. Но и об этом предпочел не вспоминать архиепископ Веген Айказян. Он пошел по традиционному для армянских священнослужителей пути провокаций, а не мира. Он солгал в присутствии огромного числа участвовавших в Генассамблее Всемирного Совета Церквей. Ведь никогда боевые действия не велись на территории Армении. Они шли на всем миром признанных территориях Азербайджана. И потому фраза про то, что каждую неделю одно-два села оккупируют, это наглая и примитивная ложь. Азербайджан всего лишь берет под контроль свои земли и никто не вправе, и не в состоянии воспрепятствовать этому. В качестве доказательства напомню один лишь факт. Дело было 7 апреля 2016 года. Тогда католикос всех армян Горигина Айя и католикос Великого дома Киликийского Арамаи посетили на тот момент оккупированные территории нашей страны. Они прибыли тогда, чтобы утешить оккупантов после поражения в четырехдневной войне. Они побывали тогда и в Шуша. Сейчас никто из них не осмелится ступить туда ногой. Это все прекрасно знает и архиепископ Веген Айказян. Знает, но озвучивает лживые и провокационные заявления, которые ведут вовсе не к миру, а к новой войне между Азербайджаном и Арменией. Которые сеют ненависть, кровь и трагедию.